Я читаю книгу пророка Исаии, двадцать третью главу. Пророчество о Тире. Рыдайте, корабли Фарсиса, ибо он разрушен. Нет домов и некому входить в дома. Так им возвещено из земли Китийской. Умолкните, обитатели острова, который наполняли купцы седонские, плавающие по морю. По великим водам привозились в него семена сихора, жатва большой реки, и был он торжищем народов. Устыдись, Сион, ибо вот что говорит море, крепость морская. Как бы ни мучилась я родами и не рождала, и не воспитывала юношей, не возвращала девиц. Когда весь дойдет до египтян, содрогнутся они, услышав о Тире. Переселяйтесь в Фарсис, рыдайте, обитатели острова. Это ли ваш ликующий город, которого начало от дней древних, ноги его несут его скитаться в стране далекой? Кто определил это Тиру, который раздавал венцы, которого купцы были князья, торговцы, знаменитости земли? Господь Саваоф определил это, чтобы посрамить надменность всякой славы, чтобы унизить все знаменитости земли. Ходи по земле твоей, дочь Фарсиса, как река. Нет боли и препоны. Он простер руку свою на море, потряс царство. Господь дал повеление о Ханаане разрушить крепости его и сказал, — Ты не будешь более ликовать посрамленная девица, дочь Сидона. Вставай, иди в Китим. Но и там не будет тебе покоя. Вот земля халдеев. Этого народа прежде не было. Ассур положил ему начало из обитателей пустынь. Они ставят башни свои, разрушают чертоги его, превращают его в развалины. Рыдайте, корабли фарсисские, ибо твердыня ваша разорена. И будет в тот день, забудут тир на семьдесят лет, в мере дней одного царя. По окончании же семидесяти лет с тиром будет то же, что поют о блуднице. Возьми цитру, ходи по городу, забытая блудница, играй складно, пой много песен, чтобы вспомнили о тебе. И будет по истечении семидесяти лет Господь посетит. Тир, и он снова начнет получать прибыль свою и будет блудодействовать со всеми царствами земными по всей вселенной. Но торговля его и прибыль его будут посвящаемы Господу, не будут заперты и уложены в кладовые, ибо к живущим предлецом Господа будет переходить прибыль от торговли его, чтобы они ели до сытости и имели одежду прочную. Субтитры создавал DimaTorzok